Ровно так, как мы встряхнули рынок в выпускном районе, мы собираемся обновить и заставить рынок двигаться быстрее с новыми графическими решениями i700 и i700, так с ним. Мы сейчас напрямую можем конкурировать в однопоточных задачах с Intel, если не обгонять его, то как минимум где-то обгонять, где-то быть наравне. Всем привет! Я побывал недавно на официальном запуске Ryzen 3000 в Москве, там же говорили и о новых суперскоростных SSD с интерфейсом PCI-Express 4.0. Ну и совсем чуть-чуть про новые видеокарты Radeon 5700 и 5700 XT. Презентация была совместная от компании AMD и Aorus и рассказывали много всего, но я постараюсь за максимально короткое время показать вам только самые интересные моменты. С топовым процессором Radeon 7700 X даже новый Radeon 5600, который работает на более низких частотах, показывает более высокую производительность. Мы абсолютно конкуренты в играх, мы не отстаем, мы находимся на том же уровне, плюс-минус там 1-2-3%, но мы доминируем во всем, что касается серьезных приложений. Мы предлагаем за меньшие деньги значительно большую производительность в многопоточных приложениях и сравнимую производительность в многопоточных приложениях. Тысячная серия это было первое поколение Ryzen, двухтысячная серия это Ryzen Zen Plus, то есть это просто некоторое внутреннее обновление. И, наконец, большой шаг вперед, второе поколение Ryzen, новый техпроцесс, новая архитектура, серьезно обновленная архитектура. И практически полная линейка с самого верха, где мы в лоб конкурируем с самыми топовыми, самыми дорогими решениями Intel. И заканчивая вполне доступными решениями, типа Ryzen 3 3600. Глядя на эту таблицу возникает вопрос, значит ли это, что мы отправляем в прошлое наши предыдущие продукты Ryzen 2000 серии? Нет, это не так. Старшие продукты 2000 серии, типа 2,700, 2,700X, да, постепенно будут вымываться, 2,600X будет на рынке еще как минимум год. Этот продукт, мы заранее позаботимся о том, чтобы на 2,600X цены были снижены еще во втором квартале. Мы не ожидаем никаких серьезных изменений в ценовой политике в ближайшие месяцы. Поэтому можете совершенно смело покупать и продавать 2,600X, тем более, что это один из самых востребованных процессоров сегодня на российском рынке. Думаю, всем уже известно, что в сегменте домашних Ryzen появился такой 12-ядерный 24-поточный монстр, как Ryzen 3 900X. Ну а соответственно и требования к подсистеме питания у материнских плат дико возросли. Кстати, думаю, это одна из причин, почему AMD все говорили, что чипсет X570 будет таким дорогим. Фактически для того, чтобы установить новые Ryzen 3000 серии, не обязательно покупать прекрасную, очень продвинутую, но дорогую материнскую плату на 570 чипсете. Все материнские платы, которые были выпущены в прошлом году на чипсете X470 и STB450, будут совместимы с новыми Ryzen 3000 серии. Единственное, что вы не получите, естественно, вместе с ними это PCI-Express 4-го поколения. Хотя, если честно, по первым ценам на компьютеры Universe я каких-то запредельных цен не увидел. Ну, плюс-минус то же самое, что и у Intel. Так вот, Aorus вполне грамотно, на мой взгляд. Вместо того, чтобы рассказывать нам о подсветочках, о том, какие новые платы красивые и так далее, они сакцентировались именно на начинке и отметили, что топовые модели, благодаря новому шим-контроллеру Infineon, могут предложить покупателю полноценное 16 фаз по схеме 14 плюс 2. То есть, если раньше активно применялись удвоители, в которых Digital Scorpion уже неоднократно говорил, ничего плохого в принципе нет, то теперь безо всяких даблеров будут именно полноценные 16 фаз с мощными мосфетами по 70 ампер. То есть, как процессор не гони, под каким бы жидким азотом он ни был, мосфеты в любом случае отработают на отлично и дадут столько энергии процессору, сколько он попросит. Ну и что еще дают 16 честных фаз по сравнению с решением с даблерами? Мы получаем более высокую эффективность, более высокое КПД в РМ за счет того, что, опять же, каждая фаза управляется отдельно, а не парами. Ну и как все уже, наверное, знают, чипсет X570 будет горячим, горячее, чем топовый интеловский Z390, поэтому почти на всех материнских платах охлаждаться он будет активно, то есть маленькой вот этой жужжалкой. Но на топовых моделях, естественно, там радиаторов будет столько, что все будет полностью охлаждаться пассивно. Здесь вы видите нашу плату AORUS X3, мы применяем тепловые трубки в системе охлаждения, и мы, по-моему, единственные, кто выпустили материнскую плату на базе чипсета X570, не прибегая к системе активного охлаждения чипсета. За счет тепловых трубок, за счет того, что используются эффективные термоинтерфейсы, мы вернулись к тому, к чему, в принципе, уже домой возвращаясь ранее, мы начали набирать все радиаторы из тонких ребер, это несколько сложнее, чем просто отпилить кусок фрезерованного алюминия и поставить его на тепловую трубку, но это гораздо эффективнее, потому что больше получается площадь рассеивания. Ну и показывали эти самые SSD-шки PCI-Express 4.0. Первый, я на нем даже останавливаться особо не буду, это, по сути, просто игра мускулами, на мой взгляд, ну и они сами его позиционируют не как игровой, а как супер дорогое и мощное решение для контент-мейкеров. На это, в общем-то, намекает и необходимость установки его в самый верхний PCI-Express слот с большим количеством PCI-Express линий, то есть, понятное дело, видеокарта там явно не в приоритете, это не игровой компьютер. А вот второй, это вполне обычный M.2 стик, но, как нам сказали, PCI-Express 4.0 будут греться еще больше, чем текущие, поэтому они почти все будут идти уже с не просто наклейкой металлической, а с настоящими радиаторами. Радион RX 5700 XT и Радион RX 5700, они, это не самые топовые решения, это не решение, то есть, я знаю, что у конкурентов, все знают, что у конкурентов есть более производительное решение, но, в действительности, с учетом реалий российского рынка, мы уверены, что это именно те хайд-решения, которые на сегодняшний момент максимально востребованы. Они позиционируются в лоб против 2070 и 2060. Что ж, в общем и целом прогнозы, конечно, оптимистичные, и, опять же, как я и говорил давно, можно либо порадоваться, что на процессорах за 250-300 долларов от AMD вы получите ту же производительность, как и на i7-8700K, который на старте стоил около 450 долларов, ну, либо позлорадствовать, что AMD наконец-то догнали процессоры Intel двухлетней давности. Ну, а что касается новых видеокарт, то лично я жду именно нереференсных образцов, и вот тогда уже можно будет адекватно сравнивать эти карты в играх с конкурентами NVIDIA GeForce Super. Ну, а у меня на сегодня все, надеюсь, вы подчеркнули сегодня интересную информацию для себя, ну и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok